мир вам вопреки учениям постмиллионалистов начала прошлого века слово божье торжественно объявляет и бог в подтверждении своих слов воплощает их жизнь о божьем намерении восстановить народ израильский и вернуть его в прежнее положение не только в духовном но в политическом и национальном смысле еще в 1900 году пастор первой баптистской церкви нью-йорке хэддлман а также скоуфилд а также ранее дуайт муди и чарльз пержан объявили о том что еврейский народ в буквальном смысле восстановит свое владение в земле обещаны аврааму и его потомков сегодня ошибочно называемый палестиной то есть землей филистимлян ученые крупнейших университетов и семинарий тогда высмеивали эти ученые заявляли что церковь выполнила все буквальные обещания израилю причем всем этим обещанием была дана духовная окраска а посему бог ничего больше не будет делать с израилем как с нацией или народа поведение этих ученых свидетельствует о том что они являются детьми тех фарисеев которые преследовали уэсли и уайт а их дети и внуки находятся среди тех кто сегодня продолжает распространять это не ортодоксальное заблуждение все они придерживаются историко-грамматического способа толкования библии который полностью лишает писания силы и авторитета божьего слова но давайте обо всем по порядку со времени окончания первой мировой войны бог уже выполнил свое обещание по крайней мере часть обещания прямо на глазах этих скептик в первую очередь речь идет о физическом восстановлении израиля что соответствует указанному в писании порядок 37 главе езекииля мы читаем всем известные сухие кости и стихах 1 3 находим вопрос а живут ли кости си это очень интересно поскольку в стихах с 11 по 22 прямо сказано что эти кости представляет весь дом израиля и так как вы понимаете они представляют нет церковь не истинный израиль не израиль божий и не истинных евреев они представляют именно то что говорит об этом библия то есть весь дом израиль езекииля 37 11 в езекииля 3624 также сказано что бог буквально намерен собрать конкретный народ из среды конкретных язычников и буквальным образом ввести его на его собственную землю и все это абсолютно буквально встречаем эту же тему вам оса 9 14 15 фактически более 50 процентов того что написано в пророческих книгах ветхого завета повествует о времени восстановления израиля непредубежденный читатель спасенный или погибший после прочтения езекииля 36 8 15 захария 8 6 7 или исайя 54 60 не может не сделать неизбежного заключения после периода гонений и наказаний бог полностью восстановит ветхозаветный израиль и вернет ему его прежнее положение избранного народа так называемое одухотворение данных израилю обещаний берет начало от двух ученых язычников мы называем их учеными из лучших побуждений хотя они были не более чем языковеды августина и оригена а их последователи современные амиленалисты не верящие в буквально тысяч летнее царство христа точно также виновны в извращении слова божия какие их наставники исторические факты опровергают домыслы тех кто не верит книги откровения буквально приведем лишь несколько в 1917 году в палестине было 25 тысяч евреев 1932 году их было 180 тысяч а в 1945 году эта цифра возросла до 600 тысяч а сегодня там их уже более 6 миллионов при том что население самого израиля составляет без малого 9 миллионов человек к 1925 году на горе лионской был открыт еврейский университет к 1925 году было посажено 3 миллиона деревьев виноградных лоск 1929 году было высажено на миллион долларов между первой и второй мировыми войнами было потрачено более 22 миллионов долларов на восстановление земли завершившиеся установлением израиля как нации в 1948 году израиль не был независим как нация 600 года до нашей эры самое смешное в этом мире эта позиция знатока древнегреческого языка который плохо умеет читать даже по-русски а поэтому не может видеть божьего намерения восстановить израиль буквально все те у кого хватает мозгов читать утренние газеты имеет гораздо больше здравого смысла чем он это еще не все бог намерен обратить себе народ израильский чудесами и знамениями точно так же как он поступил в те дни когда он послал моисея в египет кто-то сказал что история учит людей только одному люди узнают только то что они ничему не учатся из истории хотя бог и указал четкий план будущего сказал обо всем из того что впоследствии и произошло в мир большинстве своем не усвоил полученного урока точно так же как он не усвоил его и раньше нам сказано не один раз о том что однажды бог перестанет нянчиться с америкой азией африкой и европой и снова даст шанс евреям прочтите внимательно следующие стихи римлянам 11 глава езекииля 36 глава евреям 8 глава захария 12 глава откровения 1 исайя 49 и 60 главы старик фараон преследовал евреев после чего пришло освобождение точно так же и язычники будут преследовать их заявляя при этом что библия не говорит буквально того что она говорит после чего также придет их освобождение в лице иисуса христа их миссии то что мы наблюдаем сегодня как раз и служит доказательством того что бог заканчивает иметь дело с язычниками завершение плана б и начинает опять заниматься израилем возобновление плана а план а и план б это для тех кто понимает о чем речь у католиков православных и протестантов как впрочем усветили иговы и адвентистов седьмого дня есть кое-что общее они все отвергают половину ветхого завета отрицая истинность буквальных обещаний данных израилю бога приписывая эти обещания церкви не обманывайтесь на этот счет бог намерен не просто собрать снова израильский народ вместе на их родной земле но он обратит их всех распятому спасителю как их истинному миссии и когда он появится на земле во второй раз то он будет принят ими точно так же как были приняты иосиф моисей и давид который является прообразами отвергнутого и принятого миссии ветхозаветное пророчество восстановление израиля подтверждает и апостол павел своих выводов римлянам 11 глава с 25 по 29 стих в этом месте павел говорит о трех положениях которые христиане нового завета не должны упускать в противном случае это будет абсолютно явным и добровольным самообманом первое однажды бог прищутит язычников второе однажды бог спасет израиль как нацию третье величайшая опасность для язычников американцев европейцев азиатов африканцев это то что они мечтают о себе дамы и господа вы можете быть уверены что бог всемогущий выполнить свои обещания он не человек чтобы ему лгать и не сын человеческий чтобы ему изменяться сегодня когда евреи тысячами возвращаются в свою землю нужно быть слепым предубежденным заангажированным или просто католиком православным или протестантом чтобы не обращать на это внимание и не делать никаких соответствующих выводов когда вы видите стаи перелетных птиц летящих с юга на север это означает что пришла весна когда вы видите как тысячи евреев возвращаются со всех стран свою землю не говорите что это ничего не значит это очень много значит это значит что подданные возвращаются в землю в которую вскоре возвратится царь чтобы силу установить буквально видимое физическое и политическое царство в котором он будет править свято и справедливо руководствуясь духовными законами четко изложенными в нагорной проповеди царство небо сошедшая на землю согласно той же молитве отче наш овладеет и распространится по всей земле внимательное и честное изучение 2 7 главы книги пророка даниила не оставляет никаких шансов одухотворить то что бог сделал буквально ограниченность времени нашего выпуска не позволяет представить все доказательства и свидетельства писания поэтому вполне будет достаточно указать на следующие незыблемые аксиомы библии первое бог восстановит в палестине израиль как нацию физически второе бог духовно восстановит израиль и обратит его к иисусу как своему мессии и эти божьи обещания не пострадают нет суеверных традиций наших крупнейших языческих университетов нет фанатичного неистовство сект и еретиков бог восстановит израиль а человек который в это не верит просто мечтает о себе или как переведено в библии короля иакова мудрый собственной самонадеянностью римлянам 11 25 и такой человек подвергает себя великой опасности самообмана когда бог говорит что-то то он на самом деле говорит именно то что говорит не подразумевая под этим что-то другое иными словами бог подразумевает то что он говорит и говорит то что он подразумевает когда он говорит что все согрешили и лишены славы божьей поэтому вам должно родиться заново то это означает что вам должно родиться заново потому что все согрешили и лишены славы божьей кто-то спросил джорджа уайтфилда о том почему он так часто проповедует на тему вам должно родиться заново на что тот ответил да потому что вам должно родиться заново вы были рождены заново то что рожденное от плоти есть плоть, то есть то, что рождено от воды, есть вода. Но Бог принимает полностью новое творение, рожденное от духа. И когда Бог говорит о том, что без Христа ваш удел озеро огненное, что без рождения заново вы даже краем глаза не увидите царство Божье, то знаете, что это действительно так и есть. И что он осуществит свои намерения, независимо от того, как вы относитесь к нему или к его слову. То, что Бог выполняет пророчество Ветхого Завета, вы видите из газет. Однажды, поскольку некоторые все еще не подчиняются его слову, он выполнит и свое обещание относительно вечно пылающего озера огненного. Как бы вы ни старались это обещание одухотворить, вы должны родиться заново. Рождены ли вы заново?